Здравствуйте, уважаемые десногорцы! В эфире передача «День за днём» с вами в студии Татьяна Ионкина. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Спасибо вам большое за вашу постоянную работу, за наше постоянное другое сотрудничество. Подведены итоги конкурса среди журналистов. Ягоды и грибы приобретать только на рынке, там, где прошло ветеринарно-санитарную экспертизу. Вет-лаборатория городского рынка на страже здоровья горожан. Храм сиюстроим, чтобы Господь дал оставление грехов, прощение всех беззаконий. Я в это святое верю. В Десногорске появилась еще одна церковь. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Бюджет Смоленской области пополнился 53 миллионами рублей. Столько заработал регион на использование лесов за 7 месяцев текущего года. Всего же доход составил 145 миллионов рублей. И большая часть средств пополнила федеральный бюджет. Это позволило досрочно исполнить установленный план по бюджетным назначениям на 9 месяцев текущего года. Журналистский конкурс «Энергичные люди» проходит уже третий раз. В этом году он посвящен 25-летию концерна «Росэнергоатом» и 35-летию Смоленской атомной электростанции. В нем принимали участие журналисты печатных и электронных СМИ со всей области. На конкурс были поданы 25 заявок от 14 журналистов. Это региональный этап большого всероссийского дивизионального конкурса концерна, который в этом году пройдет в сентябре на Ростовской атомной электростанции и Волгодонске. Журналисты телекомпании «Десна-ТВ» тоже приняли участие и заняли призовые места. Конкурс имеет огромное значение для тех журналистов, которые занимаются освещением в СМИ темы атомной энергетики. Одной из задач конкурса является оказание помощи, поддержки журналистам нашим в плане повышения и так высоких. Но, тем не менее, не бывает предела совершенства повышения профессиональных знаний и навыков. 4 августа в торжественной обстановке прошло награждение победителей регионального этапа конкурса «Энергичные люди». Конкурс проводился по четырем номинациям. Компетентное жюри распределило места следующим образом. В номинации «Ликбез про АЭС» первое место у корреспондента «Десна-ТВ» Татьяны Ионкиной. В номинации «Атомная судьба» победила передача редактора Рословского радио Веры Степченковой. Второе место у корреспондента «ДЛС-ФМ» Ольги Гулинской. В номинации «Среда обитания» первое место присуждено главному редактору «Десна-ТВ» Евгении Коваль. Все победители поедут на дивизиональный этап конкурса в сентябре на Ростовскую АЭС. Оформить загранпаспорт со скидкой в 30% появилась возможность у тех, кто решил оформить документ через интернет. Паспорт нового образца будет стоить всего 2450 рублей, а старого образца – 1400. Для получения скидки необходимо просто зарегистрироваться на сайте госуслуг и подать заявление. С наступлением сезона ягод и грибов их все чаще можно увидеть в продаже на стихийных рынках. Как обезопасить себя и своих близких от неприятных последствий покупки с рук, расскажем в нашем сюжете. Каждый владелец, который привез продавать на рынок грибы или ягоды, обязательно должен предоставить свою продукцию для радиологического контроля, причем независимо от зоны ее произрастания. В лаборатории ветсанэкспертизы дары природы помещают в контейнер, взвешивают, затем загружают в специальный прибор для определения содержащегося в них цезия. В грибах он не должен превышать 500 бакерелей, а в ягодах – 40. После исследования владельцу выдается заключение о праве на реализацию продукции. Уважаемые десногорцы, пожалуйста, при покупке ягод, грибов обязательно требуйте талон ветсанэкспертизы. В талоне ветсанэкспертизы было указано число, даже число и время проверки этой партии. Нынче с начала сезона в лаборатории ветсанэкспертизы было исследовано 62 партии лесной продукции, 11 из них – черники, и ни в одной не установлено превышение допустимого радиологического уровня. Ягоды к нам привозят в основном из Рослальского района и Белоруссии. На 11 перекрестках Смоленска появятся новые камеры, способные вычислить среднюю скорость автомобиля. Новые приборы будут установлены в Смоленске и на трассе Москва-Минск. Комплекс «Дозор-К» способен рассчитать, с какой скоростью автомобиль проехал отрезок пути от одной точки до другой. Многие автолюбители при приближении к месту, где установлена камера, сбрасывают скорость, а дальше начинают разгоняться, не переживая, что получат штраф. Прибор фиксирует, за какое время один и тот же автомобиль преодолел путь в 58 километров. Если средняя скорость по подсчетам прибора окажется выше разрешенной, автовладелец получит штраф. В Десногорской колонии поселение номер 5 осветили православный храм, чей на священие храма в честь иконы Божьей Матери нечаянная радость совершил епископ Рослевский и Десногорский милетий. Напомним, капсула в основании будущего храма была заложена в октябре 2014 года митрополитом Смоленским и Рослевским и Сидором. И за короткие сроки в исправительном учреждении появилась бревенчатая церковь. В торжественной церемонии освящения приняли участие глава Десногорска, руководство Управления Федеральной службы исполнения наказания по Смоленской области, сотрудники колонии, осужденные, а также представители Смоленской атомной электростанции, при поддержке которых и стало возможно строительство храма. Сегодня знаковое событие как для учреждения, так и, соответственно, я думаю, что для муниципалитета, потому что на территории Десногорска появился очередной храм. Появление этого храма, участие в появлении этого храма принимали много организаций. В первую очередь, конечно, большое спасибо концерну «Росэнергоатом», Смоленской атомной станции, которые выступили инициаторами и приняли самое активное участие в строительстве данного храма. Поэтому, я думаю, что пользу он принесет очень большую, в том числе и тем людям, которые здесь находятся. Совершив чин освящения, владыка возглавил божественную литургию, после чего все желающие, в том числе и осужденные, причастились Таинством Христовым. В своем заключительном слове архейпастырь отметил, что появление в исправительной колонии храма обязательно поможет сделать первый шаг на пути к Богу тем, кто этого еще не сделал. Здесь сегодня мы с вами, которые присутствуем на этом великом действии, которые совершаем это освящение, не только священники в алтаре совершающем, но и везде присутствующие, молящиеся вместе с нами. Мы совершаем льгое действие, вот в этой молитве мы просим Господа, чтобы Господь всем здания сие соорудившим, храм сие устроившим, чтобы Господь дал оставление грехов, прощение всех беззаконий. Я в это святое верю. О необходимости появления храма в исправительном учреждении говорил, в свою очередь, и начальник УФСИН по Смоленской области подполковник внутренней службы Алексей Баранов. Храм позволит пребывающим здесь наказаниям, а также и сотрудникам, участвовать в богослужениях, совершать церковные ритуалы, тем самым подтвердит их свободу вероисповедания, которая закреплена у нас консенсационно. Отбывающие здесь наказания уже совершили в своей жизни. Храм и вера в Бога позволят им осознать эту ошибку, а также стать добрее и чище. Владыка Милетий поздравил руководство уголовно-исполнительной системы региона и учреждения со знаменательным событием и вручил начальнику колонии поселения номер 5 Александру Филимоненкову, а также сотрудникам Смоленской АЭС, которые принимали непосредственное участие в строительстве храма, архиерейские грамоты. Богослужения в храме в честь иконы Божьей Матери – нечаянная радость. Начнутся уже в этом месяце и будут проводиться регулярно. Криминальные новости. За одну неделю Смоленин успел навариться на угоне трех машин. В каждом случае он вызывал эвакуатор и просил водителя доставить автомобиль в пункт приема металла. Полученные деньги он тратил на свои нужды. Теперь Смоленину придется понести наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима в пользу пострадавших с подсудимого взыскан материальный ущерб. О криминальной обстановке у нас в городе нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 155 сообщений о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлении. Зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 92 административных права нарушения, в том числе 77 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 3 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, к административной ответственности привлечены 9 человек. Смоляне смогут увидеть ярко-красную луну и самый красивый звездопад года. Вечером 7 августа жители Десногорска смогут наблюдать частичное затмение луны. Это явление будет видно на всей территории России с 8 до 10. Луна погрузится в земную тень на четверть своего диска, а в ночь с 12 на 13 августа мы сможем полюбоваться самым красивым звездопадом года. И в завершении новости спорта. В Смоленской области 1 июня стартовал баскетбольный марафон. Проект «Детский спорт» нацелен на формирование здорового образа жизни молодежи, детей и населения. Соревнования прошли уже в 16 муниципальных образованиях области. В Вязьме в баскетбольных соревнованиях приняли участие 19 команд. Турнир проходил в разных возрастных группах в формате игры 3 на 3. Награждение лучших игроков состоится на финале марафона в Десногорске. 9 и 10 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна пройдет семинар по баскетболу на тему командная защита. Уроки мастерства преподаст тренер из Ярославля Михаил Терехов. Начало мероприятия в 11.30. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова